Семь десятилетий непростого, но плодотворного труда. Крупнейший в стране производитель резинотехнических и полиуретановых изделий Беларусь-резинотехника не перестает удивлять новинками и продолжает осваивать новые рынки сбыта. А начиналось все в далеком 52-м завода натурального каучука. Тогда там работало всего 235 человек. В 70-е трудилось уже 5000. РТИ полностью обеспечивал нужды в резиновых деталях почти всей промышленности БССР и союзных республик. Предприятие, по сути, было градообразующим. За счет РТИ построена третья поликлиника, санаторий-профилакторий, пионерский лагерь «Ромашка» и четыре детских сада. Более тысячи заводчан отпраздновали новоселье в благоустроенных домах. Историческое прошлое завода нашло отражение на аллее трудовой славы. Еще несколько лет назад Беларусь-резинотехника переживала не лучшие времена. Но благодаря грамотному руководству и слаженной командной работе сотрудников, завод еще в прошлом году вышел на чистую прибыль. Не сбавили темпа и в 2022-м. За 9 месяцев выручка предприятия выросла более чем на 40% и достигла 26,5 миллионов рублей. Показатель рентабельности – 9,4%. Объем производства в 2021 году за 9 месяцев составил порядка 17,7 миллионов. Так, в 2022 году за 9 месяцев объем производства составил 24 миллиона. Что составило 143,7% темп роста. Беларусь-резинотехника выпускает широчайшую линейку продукции – от рукавов и шлангов до зубчатых ремней и резиновых смесей. Ассортимент более 5000 наименований, которые находят применение в металлургии, деревообработке, сельском хозяйстве и машиностроении. Среди постоянных партнеров – МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Гумсельмаш, Минский завод колесных тягачей. Львиная доля товаров отгружается в Россию. Только в этом году экспорт увеличился на 28%. Санкции, которые были введены против Беларуси, скажу так, что они повлияли, но повлияли больше в поставке сырьевых компонентов для производства нашей продукции. Но мы с этим справились успешно, слава Богу. Заменили те европейские виды сырья, которые приходили к нам из Европы китайским, адаптировали к своему производству. И, в принципе, на сегодняшний день предприятие работает стабильно. Производственные успехи РТИ были бы невозможны без главного ресурса – профессионального коллектива. Здесь трудятся ответственные и надежные люди, которые искренне болеют за общее дело и осваивают новые технологии. Один из таких сотрудников – контролер качества Светлана Кулешова. Родному предприятию женщина отдала 15 лет. На предприятии у меня работали родители и также работала бабушка. Работа на самом деле очень интересна, потому что от нашей работы зависит качество нашей продукции. В Беларуси резинотехника динамично развивается, осваивает современные технологии и расширяет ассортимент продукции. В этом году здесь начали производить детали для сейсмотехники, которые комплектуют российские машины для добычи нефти. Ещё одна новинка – подошвы для обуви. На днях отправлена опытная партия для марка. Раньше эти изделия витебская компания закупала за границей. Теперь приценивается к бобруйским товарам. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.